Смотри, какие войска были? Ну, давай, по-честному. Вот, алло, 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 да, какие войска были? Вот вы были хотя бы раз на Донбассе, чтобы общаться с теми людьми, которые там? Не-не, не был, я... Не был, а я был. Я вот перед тем, как зайти в эту рулетку, перед тем, как здесь что-то говорить, как здесь что-то рассказывать, или здесь за какую-то правду топить, я сначала съездил туда. Вот, посмотрите, а я за правду буду топить или нет? Вот, я съездил, я ездил, так, начиная. Северо-Донецк, Мариуполь, Попасная, что там еще? Амдеевка. Не, в Амдеевке, а, не был, не, подожди, в Амдеевке не был. Не, в Амдеевке, по-моему, не был. Короче, не суть. Я общался с теми людьми. Общался с теми людьми, и общался... Смотри, 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 дай-да скажу, не, дай-да скажу, дай-да скажу, дай-да скажу, дай-да скажу. Дай-да скажу, почему ты не хочешь дослушать. Я общался с людьми, которые... я общался с людьми которые еще с 14 года я сидел с ними да вот общался они мне рассказывали они мне рассказывали что они сидели с палками вот сидели с палками на блокпостах это сама подожди сидели с палками на блокпостах вот потом появились вот эти торнадовцы на украине начали случаи быть это сама где на блокпостах людей вот они из леса да слушай да слушай они из леса выходили они людей потом был приказы это сама там кто был командующий там в каких регионах вот они сказали только у тех кого есть оружие там ружья там пистолеты только те будут стоять на блокпостах те другие люди будут охранять детдома больницы и это все вот и когда мне люди рассказывают то что привозили оттуда с той стороны детей и когда там рассказывали что там те же торнадо в семью там ребенок оставался один это самое их потом вытаскивали с этих подвалов этих детей привозили в эти детдома вот как ты думаешь я буду здесь топить за украину вот когда я слышу вот эти истории именно от самих людей которые это все прошли когда я знаю лично человека который выкупал своих детей у торнадовцев лично знаю а даже не у торнадовцев у азовцев которые захватили захватить я что это не буду вам ничего там отрицать или что-то говорить да какие были события я просто говорю не понимаю почему россияне говорят что там не было российской армии я не понимаю так не было были добровольцы ну как эти добровольцы взяли в окружении так подожди бывшие военные наемники вот так же само там были это даже не там добровольцы бывшие военные которые смотри смотри у меня есть знакомые которые живут в якутии сами с донбасса они живут давно в якутии как только это произошло они стали поехали на донбасс защищать донбасс бывшие военные и спецназовцы и кто угодно много людей которые пошли добровольцами бывшие военные на украине на этой территории же были воинские части были все мне даже вот это они забирали это сама у той стороны окружали либо те сдавались либо это переходили на их сторону это самой вместе на противоположную сторону там много таких случаев о оружие поначалу оружие особо не было это самое пушками чем чем-то еще потом когда начали уже захватывать там беттеры это сама они захватывали с той стороны тоже оружие не как вариант я не отрицаю то того что россия помогала каким-то оружием возможно возможно я этого не понимаю это типа был бы если это как бы выяснится когда-то это будет значит россия не права или что не а она подожди почему не права не так военных военных именно действующих военных не было именно действующих военных не было были были это добровольцы до базара нет были добровольцы но добровольцы наемники да но в основном но этот же ну в основном наемники уже которые обучены вот их туда отправляют удача не везде во всем мире вообще нравится вообще вот если наши к примеру выходит так то что наши еще берегут жизни а там тех же украинцев это самое тех же мирных жителей тех же военных то этим солдатам пою этим солдатам на украину они будут долбить что по мирнику что по своим они своих же отправляли я лично знаю вот эти случаи где в этом как его скажи чтобы в песках в песках америкосы отправляли 10 человек и наши стоят и говорят куда вы идете мы ж вас убьем вы претесь сюда они им по раз и говорят вы претесь они дамы за украину хлыбысь нахуй нахуй вот нахуй а те короче вычисляют откуда стреляли и башут по тем местам откуда стреляли наши быстро с**ались это самое но так они их на убой кидали вот даже я в это не верю понимаете если есть смысл этих там своих же людей да тогда можно так делать так это не своих америкосов не своих они есть смысл выиграть так же просто так не будут полить этих людей вы думаете у них у этих америкосов есть смысл в полициях украинцев им нужно вычислить допустим какую-то позицию да и с вашей стороны такое же происходит это стратегия такая с нашей стороны не отправляют людей так на убой у нас у нас у нас берегут людей потому что мы свои мы своих не будем на убой кидаем украинский блогер такой золкин там он с каждым этим военнопленным делает интервью ну который хочет давать это интервью там я не знаю больше 1000 военнопленных больше 1000 интервью ты же понимаешь блин вот это для чего это делается ты уверен подожди ты можешь дать стопроцентную уверенность что вот этот военнопленный его не заставили так сказать это во первых и ты можешь дать стопроцентное то что это русский военнопленный то что они есть это да но то что именно те которые у золкина что это стопроцентом русские я видел которые давали интервью и потом они давали интервью уже когда их обменяли на российской территории я видел этих людей я смотрел эти интервью с ним и потом на российской территории но вы сделайте усилия хорошо а разница разница между интервью когда он у врага и разница в интервью когда он у нас была разница или нет так когда человек пленный там без разницы он будет говорить было 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 и что уже вернувшись на россию ну на территорию россии человек от был там карантин и потом связывался с ним и разговаривал и не менял свою точку зрения я не про это я вам говорю вы же своими глазами увидите мне тоже очень это было почему я смотрел мне было интересно понять заставляют или нет то есть ну вы же все равно какие-то по мимике вот мы с вами с разговора как-то мы можем увидеть человека его эмоции какие-то его страх конечно я понимаю сидит в плену он скажет то что на то что вам надо будет если нет возьму другого а можете пример дать вот такого интервью чтобы я гляну ну любое там я которые там это что было ну чтобы и в россии у золкина на украине не не я там там было тогда поменяли в плен ну типа он там рассказывал там какую-то он потом россию приехал сказал что там не кормили не по или не вообще нам водой не давали а там на интервью сидел не все хорошо я тут набрал вес тут все там в россии не права все там я это просто посмотрите любое интервью ну мы же провисные эти штурмы как бросают для того чтобы увидеть где позиция ну смотри а я даже знаю что есть каналы телеграм-каналы где там в русской форме снимаются типа вот за россию там вот эти видосы такие там патриотические но при этом вбросы какие-то делают для того чтобы это дестабилизировать и когда проверяют эти видосы эти видосы сделаны в киеве вот так же самое то что вы можете какое-то шоу посмотреть какое-то шоу где вам что-то расскажу и вы это берете за чистую монету для того чтобы понять как она там надо пойти туда увидеть это своими глазами это во первых во вторых я в рулетке в той не в этой в той встречался с военными с теми же украинскими военными которых я с ними разговаривал узнаешь самые адекватные люди самые адекватные люди это военные украинские которые на передке вот я с ними разговариваю гуру зашу не один не один у меня как раз идет куча записи я я их просто не выкладываю потому что это это жизнь этих ребят вот хоть они враги не враги это самое но я разговаривал с ним я обещал то что это между нами да у меня запись будет но это будет между нами я никуда это выкладывать не буду вот я не с одним так разговаривал именно с теми людьми которые в реально и когда с ними разговариваешь он говорит я не знаю если поначалу мы думали что мы за правду какую-то за нашу землю но сейчас я понимаю то что мы за олигархом о и говорит обратно если пойдем обратно стоят терраборона которая набрал набрали около 300 тысяч там терраборона милиция и все остальное вот обратно пойдем нас при пойдем туда там русские лет что делать мы не знаем и тем более говорит там я к примеру там вот наша бригада там 100 человек 200 это сама мы рыкнемся нас наши же вот это правый сектор который там вот вот эти разговоры именно с реальными военными не то что вот это который сидит там дома на диване мне рассказывает а понадусим так а что пригожина по какой причине по какой причине он шел туда так и пригожин шел на москву дальше где оказался пригожин где оказались вагнера ну где оказались вагнера но в беларуси да а для чего это было сделано вот но начнем с того то что это у меня ребята которые там вагнерах были что у меня ребята вагнерах которые там были смотри у меня ребята которые так подожди а покой нельзя же было просто так вагнеров туда ну потому что это чувака запрещенная запрещенная человека а так как для для того чтобы там типа мятеж это сама для того чтобы этого тихомирить договоры между странами заключить для того чтобы мы типа здесь вас это сама приютим вот если говорить что подожди не стоп тогда тогда это международные эти чтобы сделали на беларусь кучу санкций потому что кто кем считались чувака вагнер но кем они были в мировом этом когда они стали самые самым сильным чувака в мире в мире вот их сразу признали почему-то этот какой там террористическая организация или какой а вот так вот завуалирована кругом через цирк проскочили беларусь там как-то там потом подкидали какие-то и все там все хорошо где пакет ну пригожин с этим лебедем уткиным сутки давали там что-то покидали в самолете и ну насчет это пригожина мне кажется это все-таки он где-то плывет скоро не но начнем с того это самое если всегда я просто знаю дисциплину вагнеров вот и никогда не может быть невозможно чтобы чтобы 1 2 были в одном самолете это невозможно а здесь каким-то чудесным образом они оказались в одном самолете никогда они не были в одном самолете причем дисциплина там на высшем уровне вот вы вы просто не знаете о чем говорите по судя по потому как вы думаете ну это просто типа военные какие-то там настолько дисциплина была что это вот просто нет нет там не работает на 8 не работает на не работает на 8 там есть дисциплина жесткая дисциплина нету у них нету исключение ну а даже если взять это самое те же сша как они пробирками трясли для того чтобы зайти в ирак а по концовке расхуячили раки а мы ничего не нашли ну восстановили рак и рак подожди подожди так а за что а за что тогда расхуячили рак потому что я же говорю вот про этого майкла бома я не рассказал у соловьёва вы меня сбили он сказал там тоже какие-то там типа и соловьёв там что-то вот как вы говорите там там что-то там пробирки там он спокойно говорит а потому что он не может и все так подожди а россия не может ну пока нет смысле не может может оккупировать аннексировать никто не оккупировал не аннексировал никто не оккупировал не аннексировал смотри а оккупация оккупат подожди оккупация как работает есть не стоп 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 ты знаешь как работает такой подожди 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 как работает оккупация как работает оккупация если поставили к власти военных это самое вот были военные у власти или власть также осталась та которая была каким образом нет как без разницы как оккупируется или как аннексируется там выборы были выборы были крыму крыму вот значит если были выборы это уже не аннексия не оккупация народ выбрал сам но они так как у них это была своя конституция и на то время не работала конституция украины потому что свергле президента же не по конституции о и кост今 со не работают потому что гаранта конституции нету но гаранта конституции нету но свержение госпереворот нарушение нарушение конституции у них своя конституция ни своей конституцию воспользовались вы вышли из состава украины зашли в состав россии На этот момент, когда выходили из состава Украины И входили в состав России Те, которые были у власти, они те же остались? Те, которые были на тот момент? Ну да, до этого и на тот момент И после Власть же не менялась Не поставили своих каких-то людей Что провели референдум Была та же самая власть Никто никого не менял То, что были, как говорят украинцы Зеленые человечки Они обеспечивали безопасность